Здравствуйте, меня зовут Евгений Юртаев. Иногда пользователю необходимо быстро заблокировать доступ в интернет отдельной программе. Для этого в Windows есть BrandMower. Тот, кто пробовал запретить доступ в интернет программе используя штатные настройки BrandMower знает, что там не все просто. Мягко говоря, в этом видео воспользуемся небольшой утилитой Firewall AppBlocker. Эту утилиту написал автор сайта sordum.org. Я уже показывал программу оттуда. Давайте сразу скачаем программку. Я оставил ссылку на загрузку под этим видео. Под номером 1 нажимаю. При нажатии на ссылку сразу стартует загрузка. Открываю загрузки. Утилита упакована в zip. Я положу ее в какую-нибудь папку, например, в документы. Распакую ее вот таким способом. Двойной клик по архиву. Копирую папку. Вставляю папку туда, куда мне нужно. В данном случае в документы. Внутри папки 4 файла, в том числе два экзешника для запуска в Windows разной разрядности. Разрядность OS на этом ПК сейчас проверим. Правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Система. Здесь в характеристиках устройства видно, что тип системы 64-разрядная. Если вдруг у вас 32-битная винда. Запускайте этот файл. Я запускаю FAB X64. Подтверждаю. Программа работает без установки. Типичный вид окна программы с сайта Sordum. Сразу посмотрим на настройки языка. Нажимаю в меню вторую кнопку справа. На русском она называется Опции. На английском Option. Здесь есть Languages. Настройки языка. Из списка можно выбрать тот, что вам подходит. Если он там есть. Выбираю русский. Закреплю ее на панели, чтобы не терять времени на открытие папок. Прежде чем что-либо делать в программе посмотрим вот на что. В этой системе установлены два браузера. Это дефолтный Edge и Google Chrome. Посмотрим как они работают. Ввожу какой-нибудь поисковый запрос. Как видно в Edge, доступ в интернет имеется. В Google Chrome тоже без каких-либо проблем. Теперь добавлю один из браузеров в приложение. Например, Microsoft Edge. Самый простой способ сделать это. Перетащить ярлык приложения в окно. В списке появилась одна позиция. В первой колонке название приложения. В колонке включено стоит Да. Это значит, что действие блокировать активно. Далее есть путь к файлу запускающему приложения. Приложение можно закрыть. Открываю Edge. Видно, что доступ в интернет этому браузеру заблокирован. Что произошло с другим браузером? Открываю Chrome. Здесь все в порядке. Интернет работает. Как видите, с программой работать очень просто. Как снять блокировку? Тоже просто. Можно просто снять галочку. Закрываю. Как видите, доступ в интернет возобновлен. Если у вас есть приложение, которым нужно время от времени блокировать доступ, то можно оставить их в списке. Если хотите удалить строку, можно выделить ее и использовать эту кнопку. Надо отметить, что для правильной блокировки именно браузера Edge автор рекомендует дополнительно запускать батник. Он есть на сайте автора. Я добавил под видео ссылку номер два на него. Я сделал без этого. В тестовом режиме интернет нормально заблокировался. Кроме перетаскивания можно добавить приложение через проводник. Нажимаю на плюс и открываю папку, в которой установлено блокируемое приложение. Диск С. программ файл dc бойца форескивание черезhost рынка и открываю google chrome application и здесь нужно выбрать файл « Vladimir – chrome.exe» и выбираю тему 5 см. Здесь нужно выбрать файл хром.exe. У меня к сожалению расширения скрыты. Чуть дальше решим эту проблему. Нажимаю открыть. «Как я уже сказал у скрыто расширение. В программе есть вот такая настройка. Если теперь открыть Chrome то видно, что доступ к интернету заблокирован. Эти кнопки дублирующие. Это ставит галочку на выделенной строке. Это снимает. Кроме кнопок и галочек все действия доступны в контекстном меню. Здесь есть блокировка и разблокировка. Можно скопировать путь до файла или, например, открыть папку с файлом. Кроме программы можно заблокировать доступ в интернет-процессом, запущенным в данный момент. Для этого нужно нажать эту кнопку. В появившемся окне выделить нужный процесс и нажать на эту кнопку. Процесс в списке заблокирован. В меню опции есть вот такая функция. Добавить контекстное меню. В этом случае можно добавлять экзешник прямо из его контекстного меню. Рассмотрим на примере Chrome. Открываю папку с программой. Правый клик по экзефайлу. Здесь появился вот такой пункт. При наведении есть три опции. Для блокировки нужно выбрать этот вариант. Если настройка вам нужна, но вы не хотите, чтобы она постоянно болталась в меню, то нужно пометить этот пункт. Теперь если просто сделать правый клик по файлу экзе, то меню не изменилась. А если сначала нажать на Shift, а потом правый клик, то пункт появляется. Если вы крутой блокировщик программ и у вас есть целые списки блокируемых приложений, то вы можете экспортировать список в виде инифайла куда-нибудь. А потом импортировать его в программу на этом или другом компьютере. Этой кнопкой открывается Брандмауэр Windows. Данная программа сама ничего не настраивает. Она является посредником между ленивым юзером и сложным и непонятным Брандмауэром Windows. Позволяет быстро и просто сделать настройки в стандартном Брандмауэре. Эта кнопка открывает несколько общих настроек без привязки к приложениям. Можно полностью блокировать доступ в интернет на устройстве. Кнопка стала оранжевой. Если проверить, то видно, что доступ в интернет отсутствует как минимум в обоих браузерах. Чтобы вернуть настройку в дефолтное состояние, выбираю по умолчанию. Также можно отключить Брандмауэр. Сбросить его на столе. Настройки на те, что были после установки винды. Перезапустить службу Брандмауэра. Если при какой-то блокировке у вас появилась проблема с выводом на печать на локальный принтер. Сделайте вот такую настройку. Файл. NETCH COMMANDS. Здесь выберите Разрешить локальную подсеть. Именно так это переводится. Программа поддерживает все версии от Windows 11 до Windows Vista обеих разрядностей. Если программа не понравилась, то удалить ее очень просто. Нужно сбросить все настройки в дефолтное состояние. Удалить все программы из списка, если они там есть. После этого можно просто удалить в корзину папку с программой и ярлык. Вот такое простое приложение. Возможно кому-то оно будет полезно. Подпишитесь на мои VIP каналы на Boosty и Patreon. Там вы будете смотреть видео раньше остальных. Кроме того, там есть эксклюзивные видео, которые я не выкладываю на YouTube. Видео добавляю регулярно. Подписка очень недорогая. По ссылке номер 0 в описании видео. Если не понравится, отписаться сможете в любой момент. Очень благодарен тем зрителям, которые уже подписаны на VIP каналы. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Если видео было полезно, поставьте ваш мощный лайк. Возможно, видео будет полезно вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними пожалуйста. Подписывайтесь на канал, если еще не успели. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. Скоро увидимся.